Девушки отдыхают Итак, второй закон Менделя, который часто называют законом независимого распределения генов. И еще одна удачная вещь у Менделя в экспериментальном плане и установке – случайная вещь. Он не знал этого в свое время. Менделя выбрал признаки, которые действительно присутствовали в разных хромосомах растения гороха. Таким образом, признаки не проявляли того, что сейчас известно как сцепление, когда они физически связаны в хромосоме. Закон независимого распределения генов также можно объяснить, если подумать о том, как хромосомы ведут себя во время миоза. Когда выравнивание гомологичных хромосом на метафазной пластинке во время миоза 1 является по существу случайным. Если мы обратимся к этому примеру, вы увидите, что я нарисовал одну конкретную конфигурацию хромосом. Здесь я использую одну пару генов, а здесь другую пару аллелей. Если бы хромосомы были выровнены таким образом, тогда, когда они разделялись во время миоза 1, вы бы получили два класса гомета. Некоторые из них – заглавный Y, заглавный R, а еще один класс – строчный Y и R. Так что это одна из возможностей. Но что равновероятно во время выравнивания хромосом в ходе миоза 1, так это то, что хромосомы выстраиваются следующим образом. Вместо того, чтобы иметь все доминантные аллели на одной стороне метафазной пластинки, у вас есть доминантный аллель для одной гомологичной пары с одной стороны и другой доминантный аллель с другой стороны. То, как гомологичные хромосомы располагаются во время миоза, имеет совершенно случайный характер. Если они будут так расположены, вы получите альтернативные типы гомет. Вы получите гометы, обозначаемые большой Y строчной R и строчной Y большой R. Таким образом, этот закон независимого распределения генов можно полностью объяснить поведением хромосом во время миоза 1. Теперь пройдемся по эксперименту, который это проиллюстрировал. Я говорю о типе эксперимента, известном как дигибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание теперь является скрещиванием, при котором вы берете растения, которые различаются по двум признакам, а не только одному. D означает два. В этом случае мы будем рассматривать оба цвета гороха. Повторюсь, цвета гороха желтый и зеленый. Но теперь мы также рассмотрим форму гороха. И у вас может получиться круглый горох и горох морщинистый, также известный как мозговой. Итак, я снова воспользуюсь доской. Что ж, рассмотрим записанные у меня в правой колонке случаи. Если вы осуществите скрещивание растений из круглого семени и растения из морщинистого семени, и, скажем, круглый фенотип или круглый аллель является доминантным, что вы ожидаете увидеть в поколении F1? Итак, у вас есть, да, Карлос, все круглые. Да, вы совершенно правы. Давайте рассмотрим это скрещивание поподробнее прямо сейчас. Итак, здесь будет иметь место родительское скрещивание, в котором Мендель взял две чистые линии скрещивания. У одного из них желтый круглый горох. Мендель скрестил растение из желтого круглого гороха с растением из зеленого мозгового гороха. Мы уже знаем, что желтый цвет доминантный, как только что заметил Карлос. Если круглый доминантный признак, то можно ожидать, что весь горох также будет круглым. Итак, в поколении F1 Мендель обнаружил, что 100% потомства составляет желтый круглый горох. А затем, как и при моногибридном скрещивании, Мендель задействовал самоопыление растения F1. И в ходе скрещивания он наблюдал несколько различных классов потомства. Да, он наблюдал несколько различных классов потомства. Таким образом, он вернулся к родительским типам. Желтый круглый в нашем случае. А также к другому родительскому типу, зеленому морщинистому. Они имели комбинацию признаков, которые присутствовали, по крайней мере, у одного из первоначальных родителей. И известны как родительские признаки. Они родительского типа. У них был тот же родительский фенотип, что и у одного из первоначальных родителей. Но то, что наблюдал Мендель, было двумя другими классами потомства, которые представляли собой разные комбинации этих признаков. Их не было в исходном родительском поколении. Это были желтый морщинистый горох и зеленый круглый горох. Заметьте, этого сочетания признаков желтый морщинистый нет в родительском поколении. Да, действительно так. Это все поколение F2. Это продолжение F2. Но зеленого и круглого тоже не было в родительском поколении. Они называются неродительскими. Данный неродительский класс представляет собой уникальную комбинацию признаков, которые не было у исходных родителей. Мендель заметил, что в этих дигибридных скрещиваниях он всегда получал стереотипные отношения 9 к 3 и доходящие до 3 к 1 для данных различных комбинаций признаков. Теперь давайте подумаем о вероятности. Что приводит к такому характеристическому соотношению? Опять же, мы можем мыслить об этом только в терминах вероятности и различных пар генов, делящихся независимо друг от друга. Мы уже говорили о моногибридном скрещивании гороха по цвету, где три четверти потомства желтого цвета, потому что у них есть по крайней мере один доминантный аллель цвета, и одна четверть получается зеленым. Таким образом, вероятность наличия этого фенотипа составляет три четверти, а вероятность зеленого – четверть. Можно рассматривать форму гороха как отдельный вид моногибридного скрещивания, где круглый, доминантный фенотип также будет присутствовать с вероятностью в три четверти. Итак, три четверти будут круглыми, и одна четверть будет морщинистой. Теперь, если мы будем рассматривать эти разные классы потомства, мы можем разобрать эти два моногибридных скрещивания. И какова суммарная вероятность быть одновременно желтым и круглым? Суммарная вероятность быть желтым и круглым равна 3 четверти умножить на 3 четверти. Итак, 3 четверти умножить на 3 четверти, что будет равно 9 шестнадцатых. Теперь, если мы возьмем желтые морщинистые, суммарная вероятность равна 3 четвертям, умноженным на 1 четверть. Таким образом, нужно умножить 1 четверть на 3 четверти, что будет равно 3 шестнадцатым. У обоих поколений ситуация с зеленым и круглым признаками похожая. Вероятность зеленого четверть, а круглого 3 четверти. Снова есть четверть, умноженная на 3 четверти, что равно 3 шестнадцатой. Наименее вероятный класс гомозигодный, рецессивный по обоим аллелям. Потому что вероятность быть рецессивным для каждого из них составляет четверть. Таким образом, совокупная вероятность наличия всех рецессивных аллелей составляет 1 четверть, умноженную на 1 четверть или 1 шестнадцатую. Наконец, можно нарисовать большую решетку Пеннета и вывести все это. Но на самом деле, вы можете просто рассмотреть сначала два отдельных моногибридных скрещивания, а затем просто рассчитывать суммарные вероятности. Есть какие-то вопросы по Менделю, предыдущим я продолжу? Я хочу отметить еще одну вещь о втором законе Менделя. Я сейчас же нарушу этот закон. Закон независимого комбинирования признаков предполагает отсутствие сцепления между генами. Другими словами, этот тип наследования действительно зависит от того, что два гена физически не связаны друг с другом в хромосоме. Давайте сейчас поговорим о плодовых мушках. Об определенном признаке этих плодовых мушек, а именно, о цвете глаз. Я сегодня принес их с собой. Мы рассмотрим фенотип белых мутантов, когда у плодовых мушек белый цвет глаз. У меня есть три пары флаконов. В одном из них белый мутант. У него белые глаза. А в другом флаконе вы можете видеть нормальных красноглазых мух соответствующего вида. Я передаю их вам. Надеюсь, света достаточно, чтобы можно было разглядеть цвет глаз. Цвет глаз виден, Джереми? Ага. Возможно, вам придется подойти к свету рядом с доской в конце урока, если вы хотите все хорошо разглядеть. Мы сейчас уйдем от Менделя и поговорим об исследователях, которые подхватили работу Менделя в начале 1900-х годов. В частности, я хочу рассказать вам об исследованиях, проведенных в лаборатории Томаса Ханта Моргана, у которого была лаборатория по изучению мух в Колумбии. Мы поговорим о Томасе Ханте Моргане и его лаборатории. На самом деле, в ходе следующих двух лекций мы сосредоточимся на работе, проделанной в лаборатории Моргана. Оказалось, что именно его лаборатория создала первую генетическую карту. Об этом мы поговорим во время пятничной лекции. Тип наследования, определенный Морганом, теперь известен как наследование, сцепленное с полом, когда данный признак не группируется независимо от пола организма, а каким-то образом связан с ним. Я хочу снова обратить ваше внимание на пример человеческого дальтонизма, где, похоже, существует все-таки какая-то связь между фенотипом болезней, в данном случае дальтонизмом, и полом людей. Вы видите, что эта болезнь поражает только мужчин. Такой тип наследования, хотя и наблюдается у людей, на самом деле объясняется работой, проделанной над мухами, над этим белым мутантом, которого вы передаете сейчас по классу. Итак, наследование, сцепленное с полом, объясняется тем, что это признак, который содержит особый тип хромосомы, известный как половая хромосома. Так что, к счастью для нас, мухи, как и люди, имеют похожий набор, или же, скажем, у самцов мух и людей есть х и у хромосомы. Таким образом, при рассмотрении сцепления с полом, у мух и людей тип наследования схож, а у самок две хромосомы. Наличие этих половых хромосом у мух было известно, было помимо этого известно, что если у мухи Х и У хромосомы, то это всегда самец. А если у мухи две Х хромосомы, то это самка. У обычных мух, как правило, красные глаза. Мы знаем это. Но лабораторию Моргана интересовали разновидности организмов. Они искали мух с абнормальными характеристиками или же признаками. В конечном итоге, в лаборатории Моргана обнаружили мутировавшую муху. Результат самопроизвольной мутации. У мухи были белые глаза, это была мужская особь. Они обнаружили белоглазого самца, которого продолжали изучать некоторое время. По итогу, они определили правила наследования его гена. Морган и его лаборатория провели ряд скрещиваний, очень схожих со скрещиваниями, проделанными Менделем. То есть белоглазый самец, они взяли белоглазого самца и скрестили этого белоглазого самца с красноглазой самкой. Если вы скрестите белоглазого самца с красноглазой самкой, результат будет фактически аналогичен тому, что предсказал Мендель, а именно, 100% мух будут иметь красные глаза. Нечто похожее вы ожидаете от моногибридного скрещивания, в результате которого преобладают красные глаза. Поэтому я буду называть аллель красных глаз буквой Х с индексом большой буквы R, а белоглазый аллель буквой Х с индексом маленькой буквы R, потому что этот ген присутствует в Х-хромосоме, но отсутствует в У-хромосоме. Итак, У-хромосома действительно маленькая, так что если мы говорим об Х-хромосоме, то все ее гены в основном присутствуют в одной копии у самца. Это как раз проявится в сцеплении с полом. Когда ученые взяли поколение F1, в котором есть красноглазые самцы, и они скрестили братьев и сестер. Они провели родственное скрещивание. Единственный недостаток генетической системы мух заключается в том, что они не могут самостоятельно скрещиваться. Должны быть самка и самец. Так вот, они скрестили двух особей в поколении F1 и обнаружили, опять же, аналогично тому, что предсказывал Мендель, что у 75% мух были красные глаза, а у 25% белые глаза. Очень похоже на случай желтого цвета гороха, который мы разбирали, за исключением того, что все белоглазые мухи в этом поколении F2 все эти белоглазые мухи были самцами. Так что только самцы обладали признаком белых глаз. Видите, это очень напоминает дальтонизм, когда есть дедушка с белыми глазами. Он передает эту черту своим внукам. Именно так и происходит. Таким образом, этот паттерн наследования, который имеет место у мух, очень похож на тот, что есть и у людей. Теперь давайте подумаем о том, как... Можем ли мы объяснить это через сегрегацию хромосом? Обратимся к поколению F1. У нас есть самцы с красными глазами, или на самом деле, давайте сначала проведем родительское скрещивание, где самцы с белыми глазами и самки с красными глазами. Все самки получат хромосому X от отца и копию гена дикого типа от своей матери. Итак, все самки гетерозиготны по белому гену. Я назову его белым геном или геном White, ведь он так и называется. У мух гены называют на основе мутантного фенотипа. Так что мутация приводит к появлению белоглазых мух. Ученые называют его геном White. У всех самцов будет функциональная копия гена White. Таким образом, у всех мух F1 красные глаза. Теперь эти братья и сестры связаны попарно. Все самки гетерозиготны по этому гену. У всех самцов есть функциональная копия гена. Таким образом, будут созданы гаметы, которые обладают X-хромосомами, то есть обладают этим цветом глаз, либо Y-хромосомой. Теперь вы видите, что все самки получат нормальную копию гена от отца и, следовательно, будут иметь красные глаза. В то время, как половина самцов получит от матери функциональную копию и, следовательно, будет иметь красные глаза. но другая половина самцов получит нефункциональный вариант, который не может производить красный пигмент и, следовательно, будет белым. Это ваш белый класс. Вы видите, поскольку у самцов только одна X-хромосома, единственный класс потомства, у которого будут белые глаза, это те самцы, которые встречаются с частотой в одну четверть. Я хочу, чтобы вы подумали в следующую пару дней об одной вещи, и я расскажу о ней подробно в начале следующей лекции. Что произойдет, если вы осуществите рецепрокное скрещивание здесь? Что, если вы скрестите красноглазых самцов с белоглазыми самками? Я хочу, чтобы вы мне рассказали о ваших вариантах. Мой вопрос на следующую пятницу, что, если вы возьмете красноглазых самцов и скрестите их с белоглазыми самками? Подумайте об этом, поразмыслите также, в чем тут отличие от эксперимента Менделя. Можно ли похожее скрещивание осуществить, скажем, цвет огорода? Как эти два разных скрещивания сравнить друг с другом? Об этом мы поговорим в начале пятничной лекции, а еще мы поговорим о первой генетической карте, которая на самом деле была создана студентом. Увидимся в пятницу. Удачи! Переведено и озвучено на студии стаханов 2000. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok